приехал к нам опять фасатик b3 это старый да старый старый наш участник нашего канала потому что машина брата но вот но вот в нем образовалась очередное отверстие вернее было обнаружено зима прошла и отверстие обнаружилось вот поковыряли поковыряли тут пешка грязи сейчас вот таким пылесосом стекловной установки попробуем это все убрать убрать почистить но и работа простенькая но она необходимая да сейчас обрежем шлепмашинка все края поставим ладочку приварим и будет опять красиво а на этой стороне это стороне пока еще чисто но все дело в том что да вот тут под низом видно кронштейны это у нас заливная горловина бензобака и вот она снизу проходит и там песок грязь накидывается и соответственно происходит разрушение автомобиля в этом месте ну все пылесосим чистим но это потом да вот такая красивая отверстие у нас получилось для ладочки возьмем вот такой вот металл 1.2 толщина не знаю с чего у нас заготовка но что-то крепкое было тоже усилители какие-то шли в анжирон не знаю металл 1.2 делаем что мы сейчас снимаем размеры вот максимально широкое место у нас получается 100 миллиметров максимально широкое место у нас получается 110 миллиметров значит 100 на 110 вырезаем кивидратик закрываем и варим поехали но есть другой правда способ без линейки чисто эмпирическим путем прикладываем и обжимаем края дырки перепечатываем себе сканируем так скажем да я вот так вот проминаемся где-то как-то ух-то аж порвалось мягко видите вот так вот следы получается да то есть если мы это вырежем это у нас будет примерно контур этой дырочки потом положим ее на железочку и обрезаем поехали а теперь бы вспомнить какой угол какую сторону должен прилегать но судя всему по всему вот так красиво красиво лично мне нравится ну а раз нравится значит уже получится у нас даже две плоскости совпало как хорошо режем лишнее металл толщина полтора миллиметра ножницами резать можно но ребят довольно проблематично хорошо заточенные ножницы они с этим по чуть-чуть справляется сейчас мы тут накидаем обрезка хозяина ну и вот у нас приблизительно что-то где-то как-то вот не не так где где на нужный край почему меньше падает теперь чем-то чем-то отрежет они все правильно тут немножко это этот угол сюда это сюда это сюда а просто вот эту линию надо более прямо сейчас все подровняем короче все латочка у нас готова варим вот такая латочка получилось варили аппаратом фубок ирмик 180 настройки были практически минимальные видно да ручки регулировки так ну а так получилось сейчас посмотрим если не поленимся сварочные швы защитим чтобы было красиво и загрунтуем а поленимся прям так покрасим вот этой штучкой сейчас залезем еще внутрь туда подкрыть под колесо подарочка сажу залу там систем и тоже чем-нибудь замажем ну хотя бы пальцем пластилина да все поехали получилось показывать латочка стояла закрасили грунт алкидный все дешевое все ремонтная да то есть ребята такие вещи нам по-быстрому грунт алкидный не акриловый алкидный это немножко другая система так загрунтовали латочку с этой стороны и соответственно с той стороны внутри дальше на латочку был набрызган чуть-чуть чтобы будет 950 антигравий понятно что дешевый понятно что он никому не нравится но он есть им сбрызнули он тут а немножко прикрасил швы типа жидкие шпаклевочки ну и чтоб потом по ним когда будут греметь эти как их называть хожу хи вот эти всякие да чтоб не по голому металлу а чуть-чуть там ну понятно что было хорошо и теперь значит ну теперь берем эмаль белая глянцевая опять же она алкидная да вот алкидная видите эмаль алкидная и ею сейчас задуем это не нитроэмали который баллончик это немножко другое тоже тоже бяка тоже как она все равно чуть чуть лучше чем просто нитроэмали mc и далее то есть сейчас за беленьким задуем здесь и соответственно с той стороны вот стоит только там внизу вот видите вот такая штука но внутри задули латку и все швы настолько насколько залезли достали баллончиком эмалью для дисков она немножко серебрянка она немножко с лаком то есть она предназначена да все-таки какой-нибудь песок гравий соль держать на дисках вот я думаю там хоть немножечко тоже будет работать под нее кстати тоже было надуто очень много не с несколько слоев антигравия вот такие дела но все можно закрашивать и желание дали как фу ваш туман полетел все красиво сейчас вот один слой подсохнет второй третий четвертый сделаем потому что баллончик толстого слоя с одного раза никогда не будет кроме потеков потеков толстый слой получается все ждем сохнет минут пять десять до отлипа и делаем еще один слой второй третий не забуду покажу готовый результат но так принципе так все понятно да вот так вот это все выглядит латочку закрыли прикрыли лампам в помощь скажем так набор джентльмена до грунт антигравий красочка все красиво на этом на всем все большой привет большой привет и до свидания если в вашем том виде дырка покупайте краску закрашивать они сначала заваривать эту дырку потом закрашивать и вот теперь точно всем привет большой привет начать кому там надо андрюха бесченко виталий каховка молодец классно вот ты такие вот это женьки передавай привет своему напарнику он такие дырки умеет варить заваривать а ты умеешь рихтовать рихтовать дырки я скоро тебе составлю конкуренцию покажи вот есть вот такой вот утилитарный советский автомобиль и вот так ему немножко мне повезло так что на канале скоро рихтовка бюджетный автомобиль будем рихтовать крыло менять не будем готовьте свои пуканы и комментарии но теперь точно всем пока